Его стиль очень эффектный и разносторонний. Сам Магомед Шарипов говорит, что всё это благодаря школе Ушу Саньда. Кстати, он тоже в теме челленджа плюс 30 лет, и вместо того, чтобы состаривать себя и смотреть, каким он станет в старости, Магомед Шарипов идёт против системы и наоборот вспомнил, каким он был 7 лет назад, пишет. Пока все обрабатывают фотки и представляют, как будут выглядеть в старости, я решил наоборот вспомнить молодость, фотки 7-летней давности из чемпионата Европы по Ушу Саньда. Ну как, изменился? Спрашивает Магомед Шарипов. Давайте ответим в комментариях, да или нет. Изменился или нет? Я думаю, что не особо изменился, всё тот же голод к победам, блестят у него глаза. Единственное, что растительности 7 лет назад на голове было поменьше, а сейчас прическа такая, что каждый второй болельщик просит Магомед Шарипова постриться. Но это уже дело личное. Вернёмся к беседе Галустяна и Магомед Шарипова. Всё это происходило на странице UFC в инстаграм, в комментариях вот к этой публикации. Галустян написал, наверное, даже не надеясь на ответ. Вот от него я кайфую, очень необычный боец, нравится его стиль. И что интересно, друзья, Магомед Шарипов ответил. Вот его слова. Спасибо, Михаил. Приятно слышать. После одного известного мультика вы в теме кунг-фу должны разбираться, как никто другой. Напомню, ребят, что Галустян озвучивал известный мультик, который назывался «Кунг-фу панда». Ох, приятно, что ответили. Мечтаю поболеть за вас на боях. Рядом, так сказать. Ответил взволнованный Галустян. И вот здесь внимание, ребят. И ответ, и одновременно интрига. Магомед Шарипов намекает на выступление на московском турнире UFC. Возможно, в ноябре появится такая возможность UFC Moscow. Хэштег. Но это не точно. Написал Магомед Шарипов. Вот такая приятная беседа. Пусть и в виде переписки, но надо же с чего-то начинать. Уважаем Галустяна и желаем побед Магомед Шарипову. Двигаемся дальше, ребята. Давайте попробуем, кстати, набрать 2000 лайков, и я сразу же сделаю новый выпуск. Еще одна мощная новость о Коннере Макгрегоре. На этот раз менеджер Масвидаля, который четко дал понять, что хотел бы провести поединок с Макгрегором. Так вот, менеджер уверен, что Уэйт всеми силами оберегает своего друга. Уэйт ведь защищает Коннера как может и хочет, чтобы ему не надрали задницу. Это нормально. Хорхе сказал мне, что ему будет важно только сделать вес, а для боя с Макгрегором ему и тренироваться-то не нужно. Он сказал, что Коннер не сможет к нему прикоснуться, и это будет самый легкий поединок и легкие деньги. Хорхе лучше во всем. Вот такие слова менеджера Масвидаля. Как думаете, ребята, не рано ли команда Масвидаля начала бросаться такими заявлениями? Напомню, что все началось после того, как Масвидаля очень быстро, за 5 секунд, нокаутировал Бена Аскорна. Кстати, скажу, что в этом спорте много случаев, когда вот так с громкой победой приходила и слава, и популярность, и медийность. Но все это так же быстро заканчивалось. Не хотелось бы, чтобы Хорхе повторил этот неудачный опыт. Чересчур поверил в свои силы. Как думаете, ребят, кто станет следующим соперником Макгрегора и Масвидаля? Продолжая тему, может случиться так, что соперником Конора как раз-таки и станет Масвидалем. Вот давайте послушаем слова парня, который неплохо во всем разбирается. Парня, который в теме, Чейл Сонен его зовут. Так вот, Сонен уверен, что недавние слова Уайта о том, что Хорхе Масвидаль слишком крупные для поединка с Конором, имеет под собой скрытый смысл. Вот главное из того, что он сказал. Все слышали, что этого поединка не будет, но упустили из виду второе предложение, потому что Хорхе слишком крупный. Думаете, такая формулировка не заденет Эго Макгрегора? Думаете, Конор не узнал, что Уэйт перед всем миром допустил, что Хорхе может побить его? Думаете, прошло больше пяти минут перед тем, как Конор схватил свой телефон и набрал Дани со словами «Эй, ты думаешь, что этот парень слишком крупный для меня?» Уверяю вас, говорит Сонен, что Конор уже связался с боссом. Другими словами, ребята, Сонен уверен, что Уэйт подталкивает Макгрегора к этому поединку. Из того, что сейчас известно, Макгрегор вернется в конце этого или в начале следующего года. А для болельщиков Макгрегора это целое испытание. Уж очень долго им придется ждать. Пока это все главные новости. Поддержите лайком, если вам понравился выпуск. Еще раз напомню свое предложение, ребята, давайте наберем 2000 лайков. И сразу же я сделаю для вас новое интересное видео. Попробуем. До скорого.